Друзья, привет! Давайте разберемся, что у нас произошло в последнее время, как себя чувствует рынок, S&P 500, криптовалюта и так далее. Также в процессе я вам покажу Puro портфель, что происходит с ним, как он себя чувствует и, соответственно, в конце дам информацию по тоннграмму, токентон, как он выглядит на текущий момент, какие у него перспективы, что мы, соответственно, с ребятами сейчас делаем, торгуем его, не торгуем и так далее, все это вы узнаете. Итак, погнали по обзору рынка. Начнем с S&P 500. Видим, что у нас произошел очень серьезный, сильный выкуп от уровня 5000, который закончился ложным пробоем двумя барами и в данном случае выглядит очень и очень позитивно. Сейчас идет переток кэша в рисковые активы, то есть фондовый рынок. Кстати, крипта не исключение. Сейчас крипта чувствует себя не очень хорошо, но перспективы остаются. Чуть попозже как раз-таки эту тему разберем. Сейчас единственное, что меня по S&P 500 смущает, это два последних бара, которые закрылись, и они достаточно слабые. То есть здесь появился продавец, давит на цену, и есть вероятность того, что мы немножечко откатимся, прежде чем повторно подойти к уровню 4200 и пойти на обновление хаев, на обновление исторических максимумов. Так будет правильно, если сказать. Так что позитив на фондовом рынке идет рост и позитив. Соответственно, индекс доллара снижается, то есть кэш перетекает в рисковые активы. Это просто подтверждает нам текущую картину. По доллару мы видим, что вошли в боковик, начинаем здесь закрепляться, болтаться, копить и смотримся достаточно слабо. То есть мы идем дальше вниз. Если мы сейчас обновим значение 90, пробьем и закрепимся, соответственно, у нас открыт путь до уровня 87. Вполне себе легко можно сходить сюда, протестировать, пойти вверх и какое-то время здесь провести, прежде чем продолжить дальнейший рост. Мое такое среднесрочное видение. Я более подробно говорил об этом в предыдущих видео, так что следите, смотрите, наблюдайте, все будет хорошо. По золоту у нас после первого роста выхода из накопления и обновления хая мы увидели проторговку, то есть дополнительное накопление, следующий импульс роста и опять мы ушли в накопление. Да, мы сейчас находимся в боковичке, таком небольшом, да, который даже, скажем так, в середине вот этого канала, да, и выход в одну из границ, соответственно, скажет нам, куда мы пойдем. Либо пойдем дальше корректироваться до уровня 2200, это будет нормальная коррекция, это будет ретест уровня, прежде чем продолжить рост. Либо из данного боковика мы можем поболтаться и продолжить рост с текущих. Поэтому два таких основных сценария. Золото я говорил покупать еще гораздо-гораздо раньше, мы с ребятами, сейчас я скажу, когда это было, зайду в телеграм-канал, кстати, ребят, подписывайтесь на телеграм-канал, там гораздо больше информации, гораздо быстрее она выходит. И узнаете много-много полезного. Сейчас я открою телеграм. Раз, раз. Да, сейчас у меня должен быть звук, все в порядке. Так, последний пост по золоту я выкладывал в телеграм, он более подробный, я здесь написал, расписал, сделал ссылку на пост, который был ранее. Это 2 апреля 2023 года, где я делал большой разбор по золоту, перспективам и так далее. Почитайте, пожалуйста, очень полезную информацию. И, соответственно, мы сейчас находимся в... Да, не забудьте перейти, подписаться на телеграм-канал, ссылочку я оставлю под видео, под описанием. Переходите, подписывайтесь, следите. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, я постоянно там на связи и так далее. Так что сейчас мы, да, вышли из накопления и у нас очень-очень хорошая перспектива роста. Вопрос времени. Это не быстрый инструмент, это консервативный достаточно, и он может идти год, два, три, четыре и даже пять. Поэтому здесь нужно терпение. По серебру гораздо интереснее. Мы с ребятами заходили до сих пор в сделке. Выглядит бодрее, чем золото. Его тянут вверх. Опять же повторюсь, что мы еще по серебру не обновили хай, то есть не приблизились к предыдущим историческим максимумам. И у нас с текущих позиций запас хода еще есть в размере 70%. То есть на золоте мы уже пробили максимум, на серебре еще нет. Поэтому здесь гораздо интереснее. Поэтому золото я стараюсь хранить именно физическое, а серебро я спекулирую именно в бумажном виде на рынке. Соответственно, если посмотрим наш инвест по серебру, то то, что у нас в инвест-портфеле, мы заходили при выходе из боковика отсюда, да, вот она точка. И с текущих позиций у нас уже прибыль 60%. Держим позицию, еще очень большой запас. Опять же повторю, в телеграм-канале я эту информацию даю, потом освежаю, когда покупаю, где двигаю стопы и так далее и тому подобное. По серебру как раз-таки был недавно пост тоже и ссылка на первоначальные значения. Так что подпишитесь и следите, и пишите вопросы туда. Так, значит, продолжаем. Серебро, да, у нас хорошо себя чувствует в портфеле. Один из самых интересных активов. Дальше по криптовалюте капитализация у нас снижается. То есть сейчас действительно есть слабость. Давайте перейдем на дневной таймфрейм и видим, что у нас направление строго вниз. По общей капитализации и альте в частности. Если посмотрим на историю, то имейте в виду, что вот эти нисходящие движения, то, что происходит сейчас по битку, могут легко обернуться резким разворотом. Ну, как было здесь. Кто-то называет это клином, бычьим, да, восходящим и так далее. Потом мы увидим какой-то импульс до накопления, стряхивания слабых рук, аккумуляция дополнительная и задание заходного импульса для нового тренда. Эта ситуация может быть похожа чисто на эту. Да, это фрактал. Я фрактал не очень сильно люблю, честно говорю. Вот, но любители каналов, фигур и так далее могут легко найти здесь различные вот такого рода фигуры нисходящего клина. Да, вот, примерно так это будет выглядеть. Соответственно, мы можем проболтаться, пройти вниз и пойти вверх. Здесь я не буду сейчас гадать. Я фигуры, честно, не люблю. Я смотрю на техническую картинку. Я смотрю на ключевые уровни. Когда я смотрю, что мы подходим к ним, начинаем формировать пробой либо ложный пробой, я захожу в сделку. Могу развернуться и так далее. Сейчас у нас однозначно нисходящий тренд. Приоритет вниз. Можем сходить вплоть до уровня 52 тысячи. То есть коснуться этого уровня, протестировать и потом развернуться. Либо с текущих вполне вероятно можем пойти еще немножко, брить стопы до вот этих значений и пойти вверх. Я считаю, посмотрите мое видео про биткоин, про цели 500 тысяч долларов за биткоин. Идея, возможно, безумная, но вполне реальная. И я ее даже рассматриваю в приоритете. Так как сейчас было бы очень красиво с текущих даже пойти вверх, задать какие-то высокие цели, чтобы у людей возникла фома, начали паниковать, покупать, продавать квартиры, машины и так далее. Закладывать все это дело, брать кредиты. И после этого резко дампануть вниз. Было бы очень красиво. Сейчас стряхать достаточно низко. Я не вижу смысла. 52, если дадут, это будет очень круто, конечно. Я здесь, да, закуплю. 44, это будет вообще фантастика. Я держу это в голове. Я уже говорил, что докупал в этих значениях на 5% немного. Но при подтверждении того, что мы идем вверх, то есть при поджатии к уровню 64 тысячи, вот сюда, я буду докупать еще. Пока не докупая, потому что нисходящий тренд. Я не могу это игнорировать, к сожалению, и покупать против тренда. Не могу. Мне нужна остановка увидеть, накопление и формирование пробойной модели. Поэтому посмотрите ролик. Ребята, пожалуйста, я прошу. И узнайте более глубоко мою мысль, почему я так вижу. Это по биткоин, да, у нас. И давайте перейдем быстренько по портфелю, что у нас сейчас, на данный момент происходит. Это что касается сначала Мосбиржи, потом крипты. По Мосбирже у нас, Мосбиржа, я говорил ребятам, вернее, уже давно говорил, что Мосбиржа давно выдохлась. Ребят, будьте осторожны. Она на последних слюнях, соплях и всем остальном. Здесь куча, вернее, не куча, а низкие объемы. То есть реальных участников на рынке мало. Притока свежего капитала мало. И цену тянут на бровях. Никак не можем пробить хаи. И я сейчас как раз таки смотрю на то, что с текущих позиций, скорее всего, мы уже развернемся. Уже развернемся и пойдем гораздо ниже. Это то, чего я ожидаю. Но при этом безумие может продолжаться. Можем куда-то обновить, пойти туда вверх и потом вниз. Это не так принципиально, потому что для меня эта информация нужна чисто для того, чтобы принять решение. Покупать мне активы на Мосбирже или не покупать. В лонг, в долгосрок, в средний срок или в внутридневную торговлю. Соответственно, инвестировать сейчас в Мосбиржу опасно, потому что в любой момент нас могут развернуть и опрокинуть. Среднесрочно, да, можно, но со стопом обязательно, удерживая позицию. Интердей всегда must-have. Трейдинг, он как раз таки позволяет каждый день торговать и зарабатывать. Соответственно, по Мосбирже, да, у нас нарратив достаточно печальный. Я бы не стал на это ориентироваться. По Газпрому я уже говорил, что подкупал здесь себе в портфель актив. Есть пост тоже в Телеграме, посмотрите, чуть-чуть пролесните, я обосновывал, почему я так вижу. Там еще в комментариях очень много людей писали, мы даже дискутировали на эту тему, поэтому изучите, пожалуйста. Для меня это недооцененный актив, который стоит сейчас брать в инвестпортфель до конца года. Опять же, с учетом риска и майн-менеджментом. То есть, надо покупать не на всю котлету, а на небольшую часть. Дальше у нас в портфеле Аэрофлот, мы покупали его по отметке 49. Точнее, мы здесь торговали, начинали торговлю, но инвестировали мы в третьих значениях. Это делали чисто из-за того, что у нас по системе инвестиция происходит раз в месяц. Это клубный портфель, он закрытый, и мы раз в месяц покупаем. Мы хотели купить здесь, но не успели. У нас просто день инвестирования был позже, и нам пришлось купить дороже. Тем не менее, запас очень хороший, потенциал отличный. Держим эту позицию в плюсе. По Яндексу у нас вообще шикарная ситуация. 50% позиций мы зафиксировали, достигли цели номер 1 и забрали порядка 70%. Ну, там 66, по-моему, да? И сейчас вторую половину мы держим до отметки 6000, но не слепо, а по системе удержания позиции. Вот. Поэтому сейчас будем переносить стопы для того, чтобы не отдать прибыль. 66% жалко отдавать, если рынок развернется. По Озону мы продолжаем удерживать. Я сейчас выложил как раз-таки в сторисах информацию о том, что мы стоп уже переносим в прибыль на отметку плюс 53%. То есть вот сюда за проторговку прячем стоп и удержим до сих пор. То есть мы инвестировали, получается, 17 января. Вот. Это по Яндексу, по Озону. Тоже перспективная бумага. Для меня достаточно перегретая, поэтому я переношу стопы, не хочу отдавать прибыль. Вот. В любой момент можем развернуться и улететь вниз. Поэтому покупать сейчас это уже не актуально. Здесь скорее надо искать точку выхода. То же самое по Яндексу. Что у нас дальше по Беломи? Да. Это вот основное, что мы в портфеле сейчас имеем. Если мы перейдем на спот, посмотрим, что у нас там с Альте происходит, то портфель просел за счет того, что весь рынок просел. Но это инвестпортфель, это без плечей, это чисто на споте, поэтому спот. Вот. И удержание позиций до конца года. То есть мы ждем истинный Альтсезон. Здесь я не хочу манипулировать, покупать, продавать. Мне это неинтересно. Я покупаю просто на интересных значениях и удерживаю до бычки, до Альтсезона. Соответственно, у нас здесь долги хорошо держатся, до сих пор больше 80%. Гал, файлкоин, эфириум, остальные вне большой просадки. Поэтому плюс-минус портфель у нас в балансе. Чисто из-за того, что очень хорошие точки входа. Опять же, ребят, торгуйте с умом, инвестируйте правильно, не надо вылетать сразу на всю котлету портфель, который вы сейчас увидели, потому что зачастую некоторые инструменты уже прошли достаточно много и вы можете просто купить на середине движения, потом рынок присядет и вы окажетесь в минусе, потому что мы покупали своевременно. И у нас достаточно комфортная позиция. И скорее всего, будет комфортная позиция. Плюс мы там планируем еще докупать на дополнительные активы, на просадках, если они будут. Если мы идем именно на... давайте на Тунграмм перейдем. Я сегодня тоже выкладывал сторис, сторис выкладывал, да, то, что по тону мы... вернее, тон, он на данный момент сильнее рынка. Его тренд очень силен, он оторвался от биткоина, его покупают, вот, и это происходит против тренда. Это скиталец, и мы очень любим брать скитальцев именно в на свинг-трейдинг, то есть среднесрочной торговле. В данном случае я не могу это игнорировать. То есть в долгосрок я этот инструмент брать не планирую. Я уже много раз об этом говорил, он перегрет, на мой взгляд. Кстати, мы, когда у меня был эфир, мы как раз-таки как раз-таки говорил, что мы сейчас идем на коррекцию. Вопрос только в глубине этой коррекции, да, и потом уже при возврате можно говорить, про то, что тренд продолжается. Тоже посмотрите на канале YouTube ролик. Я разбирал более глубоко этот инструмент. Сейчас же важно то, что он сильнее рынка, он придет против рынка. Если рынок сейчас, биткоин вдруг развернется, пойдет вверх, и альта тоже, то тон ускорится многократно. В данном случае мы с ребятами зашли от уровня 7.12.98 и стоп у нас стоит за поторговку. Стоп большой, я согласен, но здесь мы берем именно свинг-трейдинг со стопом и тейк-профитом. Соотношение риска к прибыли 1 к 3, как вы видите, да. Соответственно, сделать с текущих позиций плюс 20% я не вижу, что составит труда для тоннграмма, поэтому мы выбрали этот инструмент. Но, пожалуйста, учитывайте, ребят, то, что мы заходим не на всю котлету. Здесь топ 7,3%. Но это не значит, что мы в случае неудачи потеряем 7% от депозита. Нет. У нас риск фиксированный. Грубо говоря, если у вас риск на сделку 100 долларов, то вам нужно зайти именно на ту сумму, при которой, вернее, на ту сумму, чтобы при развороте и выбивании по стопу при значении 7,3% вы потеряли всего 100 долларов. Вот так нужно рассчитывать риск и майн-менеджмент. И соотношение риска к прибыли и соотношение риска к прибыли минимально должно быть один к трем. Прошу прощения за дикцию, у меня брекеты стоят, резинки натянуты поперек косо и привыкаю немножко. Вот. Поэтому тоннграмм очень интересен. Для меня он перегрет в инвест я его не беру, но тем не менее я не могу игнорировать то, что он сейчас показывает достаточно очень хорошую силу. Тем более он очень хорошо работает именно по торговле проторговок. То есть если бы мы заходили от уровня 5,98 отсюда, то, соответственно, здесь был стоп у нас тоже был порядка 7,5 7,5 где-то вот так вот где-то, да. Ну, тоже 7,3. вот то мы бы уже забрали 1,3. Поэтому здесь нельзя это игнорировать. Я не планирую. Мы обновляем хай и может быть сильный импульс. Поэтому вот так. Если вам мало 1,3 удерживайте позицию. То есть переносите стопы. Но, пожалуйста, не отдавайте прибыли рынку. Я вас умоляю. Поэтому ребят подписывайтесь на телеграмм. Следите за новостями, за моими действиями. Пишите в комментариях вопросы. Я с удовольствием отвечу. Я постоянно на связи. И, соответственно, торгуйте просто и безопасно. Поэтому увидимся.